Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу рассказать о замечательном писателе-фантасте Владиславе Крапивне. А точнее, о его замечательнейших произведениях. В этой книге собрано семь повестей, один рассказ и здесь даже есть его роман. Этот писатель очень интересно пишет, а главное, что его произведения подойдут каждому. Например, если вы любите приключения по земле, приключения через разные страны, то вам подойдет произведение «Летчик для особых поручений». Если вы любите полетать в своей фантазии и полюбоваться красивыми видами сверху, то скорее берите в руки книгу «Ковер самолет». Ну а если вы любитель моря, то вам подойдут произведения «Баркентина с именем звезды» и «Возвращение клипера Кречет». Крапивин в своих книгах пишет по большей части о настоящей дружбе и верности. Мне понравились все его произведения, но больше всего меня зацепил его роман «Стража лопухасых островов». Это совсем не детская книжка, как вы могли подумать из названия. Она очень интересная и поучительная. Если вкратце, то там рассказывается об одной интересной волшебной деревне. Там происходили разные интересные события. На болотах и в речках жили маленькие человечки, там была баба яга и живые гипсовые ступни. И вот в эту замечательную деревню приходят люди из города, которые хотят превратить этот замечательный заповедник в цивилизованный город, в котором будут проводить разные корпоративы, военные парады и так далее. И дети решают, что таким замечательным местом ради всего этого нельзя жертвовать. И они обращаются ко всем волшебным существам этой деревни, чтобы они помогли. Но у взрослых цивилизованных людей тоже есть магические союзники. И вот на протяжении всего романа происходит борьба цивилизации и волшебства. И кто же в этой борьбе победит, вы узнаете, если познакомитесь с книгой Крапивина «Стражи Лопухастых островов». Советую вам обязательно познакомиться с этим автором и почитать его произведение. Уверен, вам понравится. Подписывайтесь на мой канал, где я буду рассказывать вам об разных интересных произведениях. Читайте, дорогие друзья. Читайте и развивайтесь.